На острове Русский состоялся 9-й международный ледовый полумарафон Magic Владивосток Ice Run. В зимнем беговом событии приняли участие профессиональные спортсмены, любители и дети. У нас увеличилось количество участников, их уже в этом году 1300 человек. Стран в этом году, конечно, больше по сравнению с послековидных времен. И очень радует, что многие участники бегают с нами с первого нашего полумарафона. У нас в этом году участвуют 9 стран. Россия, Беларусь, Китай, Южная Корея, Маврики, Узбекистан, Германия, Индия. И также 59 российских городов. Открытие полумарафона началось с совместной разминки, после чего участники на выбор пробежали дистанцию 21, 10 или 5 километров. Для детей также был подготовлен традиционный забег протяженностью 1 километр. В этом году, конечно же, трасса очень сложная, потому как ветреная была погода и лед замерзал немного неровно. И первые 3 километра участников ждет очень неровный лед, такого у нас еще не было. Настоящий ледовый трейл, что сказать. Поэтому участникам, на самом деле, чем хуже, тем лучше. И они, возможно, покажут новые рекорды на такой трассе. Спортсмены поборолись за призовой фонд забега, который составил 300 тысяч рублей. Абсолютные победители в каждой категории получили призы от группы компаний ДНС. Смартфоны Honor Magic V2 и другие устройства. Победу на самой длинной дистанции, 21,1 километра, среди женщин одержала Лидия Жукова. Среди мужчин первый финишировал Евгений Бушков. Час 12.28. Это, ну, лучшее время, получается, мое. И, по-моему, что тут бежали. В прошлом году ветер был как раз-таки после разворота. И это было, я скажу, намного сложнее. Потому что ты вначале тратишь силы, а потом разворачиваешься, и тебе еще и встречный ветер. Поэтому сегодня условия достаточно комфортные, именно в плане направления ветра. Как только развернулись, конечно, ветер в спину, и ты прям летишь. Организаторы постарались и подготовили развлекательную программу. Фотозоны, ростовые куклы, запуск воздушных змеев и футбол в валенках. Также гостей ждал дальневосточный чай от туристического центра Приморского края «Визит Приморье» и паназиатского ресторана «Зума». Это мероприятие, которое собирает большое количество людей. И в этом есть, собственно, фишка, наверное, вот в самих людях. Знаете, то есть я сам бегаю по утрам по набережной. И это тоже классно, тоже интересно. Но это совершенно другое, когда ты бежишь в большом количестве людей, которые, ты понимаешь, что они так же смотрят на мир, им так же нравится бегать. Такой праздник красоты, не побоюсь этого слова, спорта и так далее. И это заряжает энергетикой, совершенно другие эмоции от того, когда ты бегаешь как-то сам и от того, когда ты бегаешь среди людей. Все участники получили медаль с уникальным дизайном марафона. Отметим, что за безопасностью участников ледового полумарафона «Мэджик Владивосток Айсран» следили сотрудники скорой помощи и МЧС России. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.